Дятлы. Птицы отряда дятлообразных. Самые маленькие из них меньше воробья, наиболее крупные размером с ворону. Внешний вид и окраска дятлов весьма различны. Некоторые виды имеют однотонную буроватую окраску, другие – пестрые, часто довольно яркое оперение. Ноги у дятлообразных короткие, но сильные, хорошо приспособленные к лазанью по стволу и ветвям деревьев. У большинства видов два пальца обращены вперед, два назад. Когти крючковатые, что помогает птице легко удерживаться на деревьях. Все дятлы – дневные, в подавляющем большинстве – лесные птицы. Гнездятся в дуплах или в норах. Самка откладывает от двух до двенадцати белых яиц. Насиживают кладку оба родителя. Птенцы вылупляются слепыми и голыми. Покинув гнездо, птенцы некоторое время держатся всей семьей вместе, но вскоре выводок распадается. Летают дятлы хорошо и быстро. Однако они предпочитают лазать по стволу дерева, пользуясь крыльями лишь для перелета на соседнее дерево. Голос дятла разносится далеко по лесу и напоминает что-то вроде отрывистого гиг, повторяемого то отдельно, то несколько раз подряд, когда птица волнуется. Питаются дятлы насекомыми. Реже – растениями. Осенью способ добывания пищи и ее состав меняются. Птица срывает с хвойного дерева шишку, зажимает ее в естественной или выдолбленной ею самой нише, в вершине усохшего ствола дерева и силой ударяет по ней клювом. Таким образом, дятел раскрывает чешуйки шишки, извлекает из нее семена и поедает их. Обычно под такой кузницей дятла к концу зимы скапливается огромная гора пустых шишек. Истребляя насекомых, дятлы приносят лесному хозяйству определенную пользу. Распространены дятлы во всех лесах земного шара, за исключением Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинеи и Мадагаскара. Истребляя насекомых, дятлы приносят леса. Истребляя насекомых, дятлы приносят леса. Истребляя насекомых, дятлы приносят леса.